Всем привет! Сегодня в программе новости науки с Ралиной Киряевой научимся питаться воздухом, подсветим рак наночастицами и выжмем не в до последней капли. Подробности, как всегда, далее. Итак, в мире. Место пережевывания и глотания биомедицинский инженер и профессор Гарвардского университета Дэвид Эдвардс предложил вдыхать еду. Он представил аппарат Левев, устройство, в котором к столу подается съедобный туман. Еда помещается внутрь и под воздействием ультразвука превращается в подобие тумана. В этот момент человек, используя трубочку, должен его вдыхать. Пробуя еду в таком необычном виде, можно различить вкусы, отдельные ингредиенты и целого блюда, а за 10 минут вдыхания можно получить всего около 200 калорий. Группе российских исследователей из Московского государственного университета имени Ломоносова впервые удалось синтезировать наночастицы сверхчистого кремния, обладающие свойством эффективной фотолюминесценции. Эти частицы способны беспрепятственно проникать в клетки, что позволяет использовать их в качестве светящихся маркеров при ранней диагностике рака, а также при терапии этого заболевания. Наночастицы, полученные учеными, совершенно нетоксичны и легко выводятся из организма. К их поверхности можно прикреплять различные характерные вещества или группы биомолекул, позволяющие нацеливать их на проникновение именно в раковые клетки. И тем самым увеличивать эффективность диагностики. И в заключении в Татарстане. Специалисты ТАК-нефть разработали и успешно внедряют технологию повышения нефтеотдачи пластов с использованием полимер-глинистых композиций и ПАВ. Технология ПГКМ позволяет увеличить текущую добычу нефти и коэффициент нефтеизвлечения за счет увеличения охвата неоднородного пласта. Охват пласта увеличивается за счет блокировки его обводнившихся интервалов. При этом фронт потеснения перенаправляется в менее проницаемые пропластки. Данная разработка удостойна диплома третьей степени конкурса энергоэффективной оборудования и технологии, состоявшегося в рамках 17-й международной специализированной выставки энергетика и ресурсосбережения. А на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok